Что такое современная промышленная профилактическая медицина? Ответ на этот вопрос ученики двух «Газпром-классов» получили на экскурсии в медико-санитарной части общества «Газпром-добыча надым». Вместе с ними там побывала и наша съемочная группа. На экскурсию в медсанчасти Карина Сухова в числе первых слушателей. Стать врачом не планируют, но забота о здоровье для нее на первом месте. Поэтому испытать на себе действия современных медицинских аппаратов – здесь ее главная цель. Это все очень-очень-очень интересно. Я даже не ожидала, что здесь будет настолько, ну, по крайней мере, интересно мне. Потому что экскурсия, они представляются как нудные походы где-то, что-то здесь все подробно объясняют, подробно рассказывают, даже попробовать дают. Не только увидеть, но и опробовать на себе. Именно этого ждут современные школьники от любой экскурсии. Говорят, тогда и полезная информация усваивается лучше. Например, о том, что этот аппарат буквально исцеляет человека при помощи магнитных полей. Он разработан специально для северян, которые чаще других страдают различными заболеваниями. Этот аппарат единственный на территории Надымского района. Порядка 8 тонн у этой штучки весит. А вот это спасение для гипертоников и тех, кто страдает бронхитом, обструктивным синдромом и бронхиальной астмой. Посещение спелеоклиматического комплекса хотя бы два раза в год укрепит иммунитет и повысит работоспособность. Вы слышите, гул такой легкий стоит. За этой стенкой расположена комната подготовки воздуха. Через эти раздробленные солевые блоки воздух подается сюда в помещение. Насыщаются активными ионами калия, натрия, магния. Вообще, на самом деле, в этих блоках содержится порядка 15 микроэлементов. Лимфодренаж, гидромассаж, тренажерные залы, ароматерапия, фитобар, физиопроцедуры, ингаляторий и многое другое. Это тоже включает в себя современная промышленная профилактическая медицина. Здоровье надымских газовиков сегодня в надежных руках. Газовики – это люди, работающие в тяжелых условиях достаточно. И поэтому у них идет огромный удар на здоровье. И поэтому требуются профилактические процедуры, которые обеспечивают этот комплекс. Для меня интересны вот эти вот методы для оздоровления, для повышения здоровья человека. Все то наполнение, которое есть в медико-санитарной части, программа сохранения и укрепления здоровья, направлена именно на то, чтобы максимально реализовать социальную составляющую и дать возможность нашим людям достойно жить и работать в непростых условиях. Плохая экология, стресс, физические перегрузки. Доказано, все это накладывает негативный отпечаток на наш организм и ведет к его увяданию. О том, что о своем здоровье нужно заботиться с молоду, знают и школьники. Теперь они уверены – болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Ярослава Кондрюкова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».